Добрый день, дамы и господа, меня зовут Алексей Талалаев, я пианист. Сегодня мне поступило несколько вопросов от Юрия Вячеславовича, коммуниста из Москвы. Он задает мне такой вопрос простой. Кто спонсирует конкурс Чайковского имени Петра Ильича Чайковского? Правда ли, что за этими призовыми стоят деньги Костина из ВТБ, его Бортникова, его сына, его, и они решают, кто будет участвовать, кто будет выступать в залах, на кого продавать билеты. Правда ли, что Московский дом музыки Спивакова и в консерватории, филармонии, везде руководители, директоров, начальников Соколова и всех назначают руководство исполнительной власти с партией «Единая Россия»? Да, это правда. И они же дают деньги на этот конкурс. Следующий вопрос. Рассказать о 18-й сонате Муццо Клименте. Что я в ней услышал? Почему она называется 18-й, если намек на бесконечность жизни или это морской крюк, который вам пришвартовывает корабль или лодку или корабль? Трудно сказать. Я не очень разбираюсь в бушпритах и дирекфалах, в мачтах, в корабельных снастях. Я не Джек Лондон. То он плавал, он всё знает. И он об этом писал. А я могу только сказать, что я услышал какую музыку. Мне показалось, что эта соната, как говорит правильно Иван Глебович Соколов, баркарола, только большая. И она загадочна. Мне кажется, что это не просто корабль, а какой-то великий корабль или даже самой жизни, да, рассказ. Но если это корабль, то на нём плыл кто-то великий. И плыл он очень далеко. И люди, которые стояли на берегу, они смотрят и ждут этот корабль. И они переживают те чувства, потому что они не видят его. Он то появляется, то пропадает где-то на горизонте. При этом люди продолжают его ждать. Рано или поздно он куда-то исчезает. Проходит время, но люди продолжают надеяться ждать. И в конце, что самое интересное, он появляется снова. Во всём своём величии. Это показано музыкой так, как будто он поднимается из самой глубокой расщелиной и впадины морской. И он в полном порядке. Так это неожиданно звучит, и так интересно, и так красиво. Такие чувства приполняют людей. Ну, как это я услышал. Может быть, кто-то поймёт это как-то иначе, как-то трактует. Но для меня человек, который никогда не играл, не слышал, не слушал восемнадцатую сонату, восемнадцатую работу музыкальную от Клименти, он не понял жизнь, наверное. Или не понял её смысл, я не знаю. И потому что здесь больше, чем просто корабль, да, здесь не скитание души, да, но о том, что душа не может покинуть человека на себя, она всё равно вернётся к нему. Здесь о вечном. Для меня это великая музыка. Такая же великая, как четвёртая соната Семёна Бармотина, или как ара-мажорная соната Моцарта. Кто эту музыку не слышал, тот, наверное, вообще не слышал музыки. Поэтому, Юрий Вячеславович, спасибо за вопрос. Я желаю вам чаще ходить к друзьям и слушать хорошую музыку. Спасибо, удачи, всего доброго, до свидания.